Меня зовут Виктория Даракова. Я занимаюсь йогой последние 23 года. Последние 12 лет преподаю разные ведические науки и провожу йога-туры. За время практики все возможные ошибки, которые совершают практикующие йоги, я совершила на себе. Полагаясь на свой опыт, я понимаю, что эффективные практики не обязательно самые сложные. Есть вещи, которые достаточно просто выполняются, но имеют совершенно потрясающий эффект. У меня два высших образования, одно из них медицинское, поэтому я достаточно хорошо понимаю, представляю, как работает физиология человека, какие практики действительно работают и как их сделать наиболее эффективными. Я по-прежнему много учусь. Наши занятия в Турции, они состоят из трех частей, трех модулей. Утром мы занимаемся, это физкультурная часть, прямо на берегу. Днем мы занимаемся творчеством, мы рисуем, у нас арт-занятия. И вечером у нас такая медитативная сессия, практики глубокого расслабления, выгружающей практики. По капле каждая часть добавляет то, что необходимо, чтобы от простого к сложному получить такой хороший обновляющий, такой трансформирующий результат. Утром на рассвете практики начинаются прямо на берегу. Мы начинаем с разминки, вот встает солнце. Вообще это мечта всех йогов, всех времен и народов попрактиковать на восходе солнца. В шесть утра мы уже стоим на берегу, делаем практики тратоки на солнце. Мы смотрим, прямо впитываем это солнце напрямую. Также мы делаем такие уникальные практики, которые помогают собрать тело в цельную систему и двигаться, как дети. Дети, они двигаются вместе всем телом, и поэтому они не устают. На это состояние практика йоги идет вообще по-другому. Вообще-то ты начинаешь понимать, про что вообще это йога. Вернуть это состояние, это очень важно, да. И, конечно, мы на берегу практикуем сурью намаскар, тоже начинаем от простого к сложному. Я объясняю технологию, как правильно ставить руки, ноги, где люди делают ошибки, почему это так сложно. После практики мы делаем глубокое расслабление, а потом, конечно, тоже совершенно фантастически искупаться в теплом море, совершенно гладкая, без волн поверхность моря, синяя вода, дорожка солнца. И поработали хорошо, и покупались, и потом мы возвращаемся на завтрак. Там вообще совершенно по-другому. Пища усваивается, и аппетит другой. Ты понимаешь, когда ты наполнился уже энергией не только едой физической, а ты наполнился энергией другого порядка, люди удивляются, насколько они по-другому начинают выбирать, что им съесть. И меньше едят, как ни странно. После завтрака мы идем на пляж, купаемся, загораем, плаваем с масками, с детками, с друзьями общаемся. И когда становится очень жарко, вот уже к 12, мы возвращаемся снова в тень нашего прекрасного отеля. Там у нас протекает горная река, там прохладнее, чем где бы то ни было. И у нас чудесное вот это занятие, когда мы рисуем на камнях, на тыквах. Мы сначала делаем какие-то пробные рисунки, потом мы рисуем мандалу своей силой, которую мы забираем с собой. И это мандала помогает нам поддерживать себя энергетически на протяжении всего года. И, конечно, это очень вдохновляюще, когда люди начинают рисовать, которые говорят, что я со школы, с детства, с уроков рисования ничего не рисовал, да я рисовать вообще не умею. А потом в конце показывают свою мандалу, которая фантастически прекрасна, и сами плачут, и сами не верят, что мы сами это нарисовали. Так как мы предлагаем ехать на этот йога-интенсив не только йогов, а брать свои семьи в том числе. Там и детки, и члены семьи, и бабушки, и мужья, все участвуют в рисовании. Действительно, эти занятия, они помогают, во-первых, эмоционально выгружаться, да, использовать и цвета, и эти формы, и, конечно же, пробуждать свои творческие способности. И вечернее занятие, наша третья сессия проходит в зале, занятия такого не физкультурного уже характера, медитативные после раннего легкого ужина. Мы делаем психологические практики, мы определяем, где мы сейчас находимся, в каком состоянии мы сейчас находимся и куда мы хотим продвинуться. И эта практика, она берет время, и в обычной жизни у нас никогда его нету, а там у нас есть специальное время для этого, и вот первые там 20-30 минут занятия мы как раз по 8 направлениям, по 8 сферам жизни, да, смотрим, где мы сейчас и куда нам надо продвигаться. Вообще вселенная, она готова исполнять все наши желания, мы просто не умеем правильно пожелать. Да, и вот здесь мы как раз занимаемся тем, что мы правильно желаем, в каком направлении, в каком состоянии мы должны это делать. Ну, в общем, есть определенные технологии, мы как раз ими занимаемся. Благодаря тому, что мы находимся в ретрите, в одном месте, 7 дней мы имеем возможность привести состояние от одного к другому. Обычно, если это 2-3 дня, то мы не успеваем сделать такие процессы. Если это раз в неделю, то ты только что-то начал, через неделю начинаешься сначала. В обычной жизни у нас нет времени позаниматься собой 3 раза в день, да, физкультурно, творчески и как бы работая со своим уже умом, сознанием, да. Обычно у нас нет на это время, а здесь мы интенсивно занимаемся собой. Люди потом вот после этих практик делятся, что впервые понял, что такое медитация. Впервые почувствовал, что да, действительно, мы все связаны, мы все едины, мы все одно поле, одна волна. Люди после этих практик потом рассказывают, что впервые действительно увидел какие-то образы внутри себя, увидел какие-то яркие цвета. Чтобы прийти к этому состоянию, нужно опять-таки какое-то время. И там вот у нас это время есть. На этот йога-интенсив мы приглашаем всех, кто готов заниматься. Если вы какие-то практики уже освоили чудесно, вам будет легко, вы можете практиковать более глубоко. Если вы еще не освоили, вы их освоите, да, и техники праная, и техники медитативные, и техники асан и вья-ям. Да, обычно, если ты практикуешь, ты занимаешься йогой, ты уезжаешь на какой-то семинар, интенсив, ты оставляешь семью, и ты разделяешься со своей семьей. Это, на мой взгляд, очень неправильно, потому что йога для того, чтобы улучшать жизнь, а не жизнь, чтобы ее посвящать йоге. Здесь мы можем практиковать, не отделяясь от своей семьи. Я очень рекомендую взять с собой деток, членов семьи, мам, бабушек, бабушки берут внуков. Время пообщаться, вместе каким-то творчеством заняться. Место, где это все проходит, это тоже уникальное такое эко-место. Там нету больших отелей, там нету громкой музыки, дискотек, пьяных туристов. И за это нам надо сказать большое спасибо большим средиземноморским черепахам. Они там охраняются, и там как раз их место гнездования. Вот на этом пляже и на соседних они приплывают откладывать яйца. Поэтому ни большие отели, ни шума не должно быть. Спасибо им большое за это. Поэтому там и чистенько, и эко. Днем мы вообще одни там на берегу. Мы один день отправляемся в плавание на корабликах. Наше благословение – это увидеть вот эту черепаху. Потому что они достаточно пугливые, они так вот не плавают просто. Есть там черепашья бухта, куда мы специально едем в надежде, что мы ее увидим. В этом году нам вообще особо повезло этим летом. Мы встретили большущую черепаху, которая щипала травку на дне бухты. И мы минут 20 мы висели над этой черепахой, дети в масках. И она каждые 2-3 минуты всплывает. Мы с ней обнимаемся. И можно было к ней прикоснуться, ее прекрасно рассмотреть. Мы плавали за черепахой, гнались, пытались догнать. Она медленно машет крыльями. Вроде вот так очень лениво, но догнать ее, быстро работая ластами, нам так и не удалось. И вообще вот это ощущение, что в толще синей воды черепаха не плывет и летит. Это какие-то фантастические картины. Я занимаюсь такой наукой в Асту о том, как должно быть организовано пространство, чтобы оно было максимально энергетически наполняющим. Вот когда я сама впервые туда приехала и действительно почувствовала такое состояние наполнения энергии перезагрузки, я стала смотреть, какое же там Вашту в этом пространстве. Казалось, там идеальное Вашту. На западе горы, на востоке как раз залив, бухта и восходящее солнце. И горная река, которая протекает прямо через отель с запада на восток. То есть это идеальное, наполняющее энергией Вашту. Стоимость йога интенсива состоит из трех частей. Первая часть – это билет. Билет до Анталии, который Вы можете купить сами. Но мы обычно берем на себя эти хлопоты. Мы заказываем групповой билет. Турки Шейрлайн, самый дешевый, какой можно достать, мы берем. Проживание включает трехразовое питание. И тут для детей есть у нас приятные бонусы и скидки. Детям до 6 лет и проживание питания бесплатно. Детям до 12 лет 50% скидки. И третья часть – это за сам йога интенсив. Платят только участники, члены семьи не платят. Детки могут участвовать в йоге, когда они хотят. Это по их желанию. В дневных творческих арт-занятиях участвуют все члены семьи. Мы никого не заставляем, но все, как правило, радостно участвуют. Это очень приятно. Это то, что семья может делать вместе. Что в итоге Вы получите как результат участия в йоге интенсиве? Это совершенно другое энергетическое состояние. Это выгруженные стрессы и напряжения. Это состояние новой такой наполненности, которое держится долгие месяцы по отзывам наших участников. Многие с нами ездят уже 3-4 раза. Те практики, которые мы делаем, дают возможность прикоснуться к своим глубоким состояниям, получить ответы на те вопросы, которые не находят решения в обычной жизни. И, конечно, жизнь наполняется новыми красками, новыми творческими силами. Открываются новые возможности, горизонты. Это прекрасно. Сделать какие-то изменения себя, оставаясь в обычных привычных условиях, очень сложно. Да, регулярные занятия дома – это супер. Но почему надо куда-то уехать и там позаниматься интенсивно? Потому что выпрыгнуть из этих рамок, привычных, которые мы в себя вставили и уже их перестали чувствовать, результат адекватен пропорционально вложенным усилиям. Люди обычно хотят маленькое усилие, а большой результат. Это невозможно. Поэтому надо человека вывести, погрузить в новые обстоятельства. Эти обстоятельства должны быть правильно выстроены. Место энергетически накапливающее, сильное. Распорядок дня правильно самостроен, да. И какая-то вот структура, которую ты поддерживаешь. И эта структура помогает тебе дать новое внутреннее наполнение. Наши поездки собирают много прекрасных людей, единомышленников. Многие из которых потом поддерживают отношения, становятся друзьями. Мы будем рады, если вы присоединитесь и будете с нами. Субтитры создавал DimaTorzok